раскалите эту мелкую тварь будет сделано капитан а можно я его посажу на бутылку делайте что хотите но только не разорвите его на куски грозно рявкнул бык камеры в допросной комнате выключены так что не сдерживайте себя добавил он скале зубы а к чему такая жестокость мы же никогда подобным не занимались поинтересовался николас все очень просто если мы не найдем это проклятое золото то посадит на бутылку меня а также весь мой отдел включая вас ладно мы все поняли у меня есть пару идей как выудить у леминга нужную информацию через пять минут наши пушистые герои собрались в пыточной перед ними сидел маленький зверек с испуганной мордочкой чур сегодня я плохой полицейский крикнула крольчиха держа в лапе бутылку это что на тебя такое сегодня нашло ты же никогда не была такой агрессивный спросил лис глядя на свою напарницу из-за этого мелкого пакостника ты вчера ходил в публичный дом и там чуть не изменил мне с рыжей шлендрой я просто в бешенстве объяснила джуди быстро говори какой лист замешан в угоне инкассаторской машины с золотом начала орать ушастая девушка на леминга размахивая бутылкой у него перед мордочкой поаккуратнее дорогая ты можешь размазать по столу единственного подозреваемого предупредил ее рыжий полицейский леминг сильно испугался но ничего не сказал тогда джуди разозлилась еще сильнее а потом треснула бутылкой по столу после чего она разбилась на мелкие осколки прямо перед пойманным преступником хватит уже прошу вас я все расскажу запищал леминг не было никаких лисиц я просто решил пустить вас по ложному следу ах ты мелкий пакостник можно я его придушу начала ротник выпуская когти машина с золотом находится в сахара сити в том же сарае в котором вы меня поймали врешь собака мы уже там все обыскали недовольным голосом сказала крольчиха нужно просто дернуть за рычаг который спрятан в шкафу и тогда откроется секретный подвал мы сейчас прокатимся до того места и все проверим если ты нас снова обманул то я тебя начну медленно натирать на морковной терке предупредила джуди отчитавшись перед капитаном о новой полученной информации наши пушистые герои прыгнули в машину и рванули с огромной скоростью в пустынный район им просто не терпелось найти эти золотые слитки чтобы закрыть дело я надеюсь что сегодня песчаной бури не будет сказал лис когда вышел из автомобиля не переживай мы сейчас с тобой быстро управимся одна лапа тут а другая там успокоила крольчиха своего напарника короче погнали воодушевленно крикнул рыжий красавчик устремляясь к намеченной цели забравшись в амбар ник и джуди примерно полчаса пытались найти тот самый рычаг который открывает подвал полуразвалившихся шкафов там было очень много на них висела паутина а еще бегали склизкие насекомые которых было очень противно трогать я все поняла нам нужно искать маленький рычажок в маленьком шкафчике это же все-таки лемминги спрятали машину сообразила крольчиха осматривая пол я кажется нашел радостно воскликнул лис а потом он очень аккуратно одним коготком опустил рубильник после этого пол начал разъезжаться внимательно присмотревшись наши пушистые герои увидели в подвале бронированный фургон нужно как-то вскрыть двери чтобы убедиться что золото находится именно там предложила ушастая девушка инкассаторскую машину просто так не откроешь возразил ник разводя лапами звони капитану и зови специалистов прокомандовал он смотря на свою напарницу здесь связи нет нужно выйти наружу доложила джуди не успела она подойти к лестнице как отовсюду набежали маленькие лемминги их было около сотни они смотрели на нашу пушистую парочку озлобленными глазами эти малыши могут порвать нас на части их слишком много испуганно провопил николас не подходите к нам а то поджарю пригрозила морковка достав электрошокер из кармана мелким зверькам было все равно они рванули огромной толпой на ника и джуди которые пытались поначалу отбиваться от них поняв что это бесполезно лис крольчих и бросились бежать каким-то чудом им удалось ускользнуть от этих разъяренных супостатов выбравшись наружу наши пушистые герои связались с полицейским участком и вызвали подкрепление вовремя подъехавшая служба быстрого реагирования с помощью водяной пушки быстро расправилась с бандой леммингов открыв инкассаторскую машину они обнаружили украденные золотые слитки к счастью эти мелкие воры не успели их продать через час лис крольчих и приехали домой они были очень рады ведь им удалось раскрыть очередное дело морковка давай поиграем промурлыкал рыжий негодник что ты имеешь в виду решила спросить ушастая девушка ты меня сегодня очень сильно возбудила на допросе со своей бутылкой признался николас я хочу чтобы ты меня всю ночь пытала как того лемминга облизываясь добавил он это можно я только с радостью улыбаясь согласилась джуди потом она взяла в лапы шокер и долбанула толком своего парня стой это же очень больно завопил лис я кажется уже наигрался добавил он а потом обнял свою девушку и поцеловал джуди поцеловала в ответ рыжего красавчика ну а то что было дальше вы и так знаете этой ночью было очень жарко крольчиха пристегнула своего парня наручниками к кровати а потом очень нежно отшлёпала бутылкой ему это дело очень понравилось вполне возможно что завтра они все повторят продолжение следует на этом все ставьте лайки и подписывайтесь на канал всем пока что мы фильмом и второго зайка лис вместе будут по любому свирополис 2 корень и пета не качу тенда вместе на все это с верополиса